Равноправие всех субъектов Федерации. 27 апреля в России отмечается День парламентаризма. Найти свое место в жизни, определиться с местом работы и учебы. В окружной столице прошла ярмарка учебных и рабочих мест. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. 27 апреля в России отмечается День парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать первая в нашей стране Демократическая Государственная Дума. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году начался новый этап государственной реформы. Новая Конституция закрепила юридическое равноправие всех субъектов Федерации, в том числе и Ненинского округа, бывшего до этого лишь административно-территориальной единицей. С этого момента началась разработка законодательной основы нашего региона. Собрание депутатов Ненинского округа было сформировано к 15 мая 1994 года как первый в истории НАУ законодательный орган государственной власти. Первая организационная сессия нового избранного законодательного органа начала работу 30 мая. За этот относительно небольшой исторический период с 1994 года по нынешнее время была проведена масштабная работа по формированию правовой базы регионального уровня, приняты основополагающие законы. В составе законодательного собрания первого созыва было 15 депутатов. Первый региональный парламент получился представительным. Среди депутатов были геологи, юристы, медики, авиаторы, предприниматели, учителя, представители коренного населения округа. Депутатский срок первого созыва составлял два года. В результате голосования председателем собрания депутатов был избран Вячеслав Павучейский. Итак, 15 депутатов собрались и решаем, как быть дальше. Опыта законотворческой работы никого не было, кроме меня и Леонида Ивановича Ставлина. Первый закон, который мы подготовили, приняли, закон Нинецкого округа о бюджете и бюджетном процессе. Потом основа основ работы собрания депутатов – это бюджет. Ну а в последующем вот и начали работать и над уставом округа. Долго мы ее прорабатывали. Я могу с гордостью сказать, что многие законы, в том числе и устав округа, он до сих пор работает. Действительно, законодательная основа, которую заложили первые депутаты, первопроходцы парламентаризма, работает до сих пор. Но, как справедливо отметил Вячеслав Павучейский, время не стоит на месте и требует принятия новых законов, их постоянное совершенствование. Окружным парламентом ежегодно принимается свыше 100 законов. К примеру, в минувшем году – 124. В чем я вижу основную функцию депутатов? Это, прежде всего, обеспечивает непосредственную связь с людьми, как мы говорим обычно, обратную связь, которая воплощается в законы. Мы стараемся встречаться с нашими жителями в наших поездках, на встречах, в рамках проведения личных приемов. И это очень важно для нашей практической деятельности. По словам председателя Собрания депутатов Анатолия Мяндина, законотворческая работа не может иметь никаких иных задач, кроме как создания необходимой правовой основы для полноценной жизни населения. Заниматься этим, не зная отчаяния и настроения избирателей, просто невозможно. Поэтому большая часть окружных законов напрямую направлена на самые надежные и умные инвестиции – инвестиции в человека. Традиционно наиболее объемный блок законопроектов, принимаемых на сессиях окружного собрания депутатов, посвящен социальной тематике. Напомню, нынешний шестой созыв собрания депутатов был избран в 2014 году и состоит из 19 депутатов. Найти свое место в жизни, определиться с местом работы и учебы. В окружной столице прошла ярмарка учебных и рабочих мест. Здесь можно было ознакомиться с правилами поступления в десяток учебных заведений страны. А те, кто уже получил специальность, смогли трудоустроиться. Основная масса посетителей традиционной ярмарки – будущие выпускники школ, которые планируют получить высшее образование. У нас школа проходит как 11 класс. Это на будущее, где учиться, где работать, как бы проблема встает. И позвали сюда. Не знаю, я ищу архитектурный. То есть я здесь уже нашла. Ухтинский архитектурный, Архангельский архитектурный есть. В первую очередь данную ярмарку я рассматриваю такой площадкой для ознакомления с учебными заведениями, в которые я могу поступить. Безусловно, я хочу поступить в ВУЗ, так как учусь в 11 классе. Но как перспективу могу рассматривать и поступление в профессиональные учебные заведения Ненецкого автономного округа. Выбор учебных заведений разнообразный. От средних, которые находятся в нашем регионе, до высших. Среди них Северный государственный медицинский университет, Сыктывкарский госуниверситет имени Сорокина, Институт народов Севера и другие. Больше всего направлений подготовки предлагает САФУ. Кстати, в следующем учебном году в университете ожидают наплыва абитуриентов. 1 июля 2016 года вступает в силу НОРБ Закона Трудового кодекса о профессиональных стандартах. Где конкретно будет прописано, что если человек устраивается на работу, например, программистом, то он должен иметь определенное образование. Не обык какое-нибудь. В сложных финансовых условиях учебные заведения идут на встречу студентам. Так в САФУ созданы специальные заочные наринмарские группы. Студентам теперь не обязательно дважды в год выезжать для сдачи сессии. Зимняя проходит в родном Наринмаре. На ярмарке отдельные ряды установлены для работодателей. Они также рекламируют свои компании и приглашают жителей окружной столицы влиться в их дружный коллектив. Есть и те, кто предлагает работу людям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это ответственность и желание человека работать. Потому что, как правило, у нас инвалиды не защищены, не слой населения. Они хотят работать, очень хотят, но, как правило, их не берут. Им трудно устроиться на работу. Поэтому у нас вот четыре вакансии представилась возможность взять инвалидов. Мы их берем на неполный рабочий день. Ярмарки стали уже традиционными и очень полюбились соискателям. Ведь на одной площадке всего за несколько минут можно лично пообщаться с представителями учебных заведений, либо найти новую, более подходящую работу. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Бессмертный полк вновь пройдет по улицам Наринмара. В День Победы 9 мая колонна участников всероссийской акции изменит привычный маршрут. Артефакты войны, как непроходящая память. В отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра открылась выставка к 9 мая. Бессмертный полк вновь пройдет по улицам Наринмара. В День Победы 9 мая колонна участников всероссийской акции изменит привычный маршрут. Колонна будет сформирована на улице Ленина возле школы номер 3 от пересечения с улицей Пионерской в сторону гостиницы Печора. Начнет движение «Бессмертный полк» по улице Ленина в сторону улицы Выучейского и продолжит движение по этой улице до площади Маратсей. Там участники акции выстроятся слева и справа от сцены перед флагштоками. После окончания митинга они продолжат прохождение по площади Маратсей. Вслед за колоннами военнослужащих, кадетов и сотрудников МЧС выйдут на улицу Смедовича. Прошествуют мимо обелиска Победы и завершат движение на площади имени Ленина. Артефакты войны как непроходящая память. В отделе декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра открылась выставка к 9 мая. Жители уже не существующего поселения Сопка собрали ценные вещи, которые принадлежали фронтовикам деревни. Это немногим более 20 портретов, но каждый из них несет в себе целую историю. И пуля прошла через комсомольский билет. Правда, потом, после боя, у него были неприятности. Его спрашивали, почему комсомольский билет находится не на груди. Дырявый комсомольский билет – самое дорогое, что осталось у Галины Зыряновой от отца Изосима. Смяя Чуклиных из деревни Сопка отправила на войну двух сыновей – Иосифа и Изосима. Братья воевали на Ленинградском фронте и оба вернулись домой живыми. К сожалению, мы были вот тогда нелюбопытны. Сейчас мы очень жалеем, что мы очень мало расспрашивали и узнавали про то, как он воевал. Он в 43-м ушел и только в 50-м вернулся. После войны он еще служил в Забайкалье. Сегодня Галина Изосимовна бережно хранит вещи отца и охотно о них рассказывает. Когда готовилась выставка фронтовиков в деревне Сопка, не раздумывая, согласилась участвовать. Ведь из 25 мужчин, которых призвали на фронт из Сопки, домой возвратились лишь 12. Память о некоторых бойцах сохранилась лишь в паре фотографий. Они считаются без вести пропавшими. Вера Михайловна сделала все, чтобы снять этот печальный статус с имени своего дяди – Василия Федотова. Спустя 69 лет путем усердной архивной работы в Мурманске могила дяди была найдена. Он похоронен в братской могиле, мыс Мешуков. Я сразу же, у меня такое было желание ехать, ехать и ехать. И счастье во мне было, что наконец-то этот долг исполнила родительский. Конечно, они меня об этом не просили, но вот у меня какая-то скорбь, что-то вот такое до сих пор осталось, потому что это очень сложная поездка. Экспозиция фотографий фронтовиков в деревне Сопка – начало цикла выставок под общим названием «Память не уходящая». Каждый год в Центре декоративно-прикладного творчества будут проходить выставки, посвященные бойцам той или иной деревни. В планах организаторов – охватить все населенные пункты Ненецкого округа. Знаменательно то, что мы начинаем с Сопки, потому что здесь не только людей уже нет в живых, о которых мы рассказываем, но и деревни уже нет на карте. То есть самой деревни уже нет, только осталась память. Память тех людей, которые там жили, память у детей тех людей, которые там жили. Поэтому вот такие выставки должны, на мой взгляд, должны быть интересны жителям Ненецкого округа. О военных судьбах Сопчан может узнать каждый. Выставка работает ежедневно и продлится до конца мая. Валентина Чебичик, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Есть на Ринмаре и артефакты Великой Отечественной войны, которые доступны каждому и в любое время. Это семь памятников, посвященных защитникам Заполярия. Накануне Дня Победы мы еще раз расскажем о каждом из них. Открывают серию зарисовок монументы, посвященные труженикам Северного флота, на Ринмарским портовикам и буксирукам «Самолец». Она пала, потому что им необходимо было навести шум. Хотя, просто отвлечь внимание от рейда вот этого немецкого крейсера «Адмирал Шеер». Судьба труженика Наринмарского порта буксирного парохода «Комсомолец» общеизвестна. Он стал участником трагедии, которая развернулась в Баренцевом море в августе 1942 года. Из поселка Хабарова вышла группа кораблей, направлявшаяся в Наринмар. В составе колонны – буксирные пароходы «Комсомолец», «Норд» и «Комелес». «Норд» буксировал неисправный «Комелес» и «Лихтор Ша-500». «Комсомолец» вел баржу с тремя сотнями заключенных лагерей на рельстрое. 17 августа около 7 часов утра случилось непредвиденное. В двух милях от северного побережья острова Матвеев вблизи каравана всплыла германская подводная лодка Ю-209. Командир немецкой подлодки Генрих Прода приказал открыть артиллерийский огонь по безоружным судам. «Было несколько таких подводных лодок, около полудесятка, отправлено в Баренцево море, чтобы специально совершать такие нападения, может даже не обоснованные, для того, чтобы прикрывать рейд немецкого крейсера «Адмирал Шейр». Он назывался с севера, обходил новую землю и планировал нападение на русские порты». В результате артобстрела были потоплены лихтер Ш-500 и баржа П-4. Пароходу «Норд» удалось уйти. После того, как загорелся комсомолец, капитан принял решение выбросить судно на берег. Из 19 человек на борту буксира выжили только 5. Всего же из 328 человек уничтоженного каравана 305 утонули либо погибли в ходе артиллерийского обстрела. На этом трагическом случае судьба комсомольца не оборвалась. Какое-то время буксир стоял в заводе с северной стороны причала морского порта. В 1944 году его отбуксировали в Наринмарский порт. После капитального ремонта судно несло службу до 1947 года, а потом ушло на заслуженный отдых. Трагическая история буксира вошла в документальный фильм Ненецкой телерадиовещательной компании в условиях военного времени. Команда комсомольца – вчерашние школьники. Таня Котова, Грани Кулишская, Виктор Емельянов, Владимир Верещагин, Виктор Морозов. У острова Матвеев караван атаковала подводная лодка У-209. Фашисты в упор расстреливали пытающихся плыть к берегу. Саша успела передать на буксир Норд «Я ранена, уходите». Затем в радиорубку попал снаряд. Комсомолец загорелся. Всенародный характер памяти об экипаже буксирного парохода «Комсомолец» приобрела в ноябре 1968 года. На улице Сапрегина перед зданием управления морского порта был установлен памятник буксиру. По предложению краеведов, всех, кто ценит историю нашу, было предложение рассмотреть вопрос о возможности переноса памятника экипажу буксирного теплохода «Комсомолец». В тот же сквер, где находится памятник погибшим портовикам, чтобы создать такой единый комплекс. Памятник норинмарским портовикам открыли немного позже, в 1980-м. Автор Александр Рыбкин изобразил матроса в одежде моряка гражданского флота с поднятым флагом. Рядом, с суровым лицом и непоколебимым намерением защищать родину, стоит солдат с автоматом в руке. По обе стороны от постамента установлены таблички с именами 118 портовиков, погибших в годы войны. Они участвовали в обороне Заполярья, героически сражались под Москву, Ленинградом и Сталинградом, дошли с боями до Берлина. Во время Великой Отечественной Северный флот воспитал 82 героя Советского Союза. Ирина Цепитова, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 11 муниципалитетов. О готовности населенных пунктов к паводку говорили на заседании комиссии администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 11 муниципалитетов. Главы этих поселений проводят максимальную подготовку к весеннему половодью. Она включает определение места эвакуации и размещения населения, подготовку необходимого оборудования, достаточного запаса продовольствия и медикаментов. О готовности населенных пунктов к паводку говорили на заседании комиссии администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 60 домов в Красном, 6 в Куе и 10 в Осколково. Глава Приморско-Куйского сельсовета рассказывает о количестве объектов, которые могут попасть в зону подтопления во время паводка. Предусмотрена ситуация, когда поселения могут быть оторваны друг от друга. Для этого создан запас топлива в котельных, продовольствия и медикаментов. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 160 тысяч рублей. На сегодня есть опасения по поводу переправы людей через реку Куя. Переправы через реку Куя налаживаются жителями самостоятельно. Какой-то официальной переправы нет. Но там есть такие моменты, когда широкий разлив несет лед и тащит лодку через лед. В принципе, это вызывает опасения, скажем так. Но процесс этот остановить в принципе невозможно, потому что почему-то каждый день очень большому количеству народу ехать в город на Лимар и обратно. Беспокоится глава сельсовета из-за прочность песочных дамб. Их засыпали в прошлом году в районе Березовый, который сильно пострадал во время паводка. На заседании прозвучало предложение засыпать песок в мешки. Это повысит прочность противоводных сооружений и сэкономит средства на отсыпку. По мнению начальника отдела ГОИЧС администрации Наринмара, засыпать песок в мешки нет необходимости. Песочные дамбы укрепляются самостоятельно с каждым годом. Как показывает практика последние годы, слежавшийся песок ведет себя тоже достаточно эффективно. То есть, допустим, касается непосредственно противопаводной насыпи в районе Сахаринского переулка. Единственное, что, конечно, в 2014 году, когда вода была порядка 6,42, ну, естественно, там в двух местах подмыло. Основные песочные ограждения города были сделаны осенью. На них было направлено 1350 кубометров песка. Еще 2000 пойдет на дополнительную противоводную защиту Сахалина, Мирного, Старого аэропорта и района санаторной школы. В целом, муниципалитеты округа к паводку готовы. Для решения оперативных проблем главы поселений могут обратиться в Комитет обороны Ненецкого округа. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И в завершении выпуска оперативная информация о паводке. На территории Республики Коми голова основного ледохода развивается на участке Акись-Усть-Уса. Это 654 километров выше Нарьинмара. Подвижки распространились до Мутного материка, закрайны до Йормицы. В Усть-Цильме местные подвижки от вскрытия реки Ижма. В Печоре на Усть-Кожеве средний ледоход, спад воды 20 сантиметров. В Усть-Усе подвижки, разводи, рост воды за сутки 97 сантиметров. Мутный материк и щель Йорж, закрайны, рост воды 68 и 54 сантиметра соответственно. Далее по Печоре ледостав. В Оксино рост воды за сутки составил 12 сантиметров. Нарьинмаре напротив спад воды на 9 сантиметров. На реках Адзьва, Сулаколва, Ледостав. Напомню, голова основного ледохода развивается на участке Акись-Усть-Уса. Это 654 километра выше Нарьинмара. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее информация от синоптиков.